всем привет сегодня у нас уже 4 января ой время летит это просто вообще не знаю как бы его за хвост поймать чтоб она так быстро не летела сейчас время 10 часов я готовлю себе завтрак кофе я уже выпила завтрак вот только что готовлю и начала уже резать лучок а потом думаю надо снять как я делаю окружку на моем канале есть видео как я делаю окружку но там было летнее время а сейчас зимние тем более у меня в комментариях попросили показать как же я делаю окружку я вначале написала что на моем канале есть видео потом думая да что мне тяжело еще раз что ли показать и вот я решила это сделать значит если вы обратили внимание зеленого лука у меня нет ну и не надо я делаю из того что у меня есть у зато есть лук такой репчатый для зелени у меня есть укроп я перед новым годом пошла на рынок я же уже говорил что я всегда на новый год делаю окружку как бы так крошка которая у меня уже была я ее доела но у меня остались а еще продукты потому что я не стала много делать вот и сегодня как бы продолжение мармезонского балета или как там это говорят вот и я пошла на рынок купить зелени что вы думаете там цены взвинтили такие что просто это невозможно купить самое интересное что люди ведь покупают поэтому и цвета взвинтили там получается три веточки укропа три веточки лучкой стоит 30 рублей я говорю с ума посходили она бери и что вам положить продавец я говорю ничего не положите я говорю не буду за такую цену кушать я говорю обойдусь зашла магазин там был только укроп правда тоже цена не из дешевых 32 рубля но здесь то за 100 грамм а там за три веточки это просто кошмар укроп купила лука не было думаю ладно обойдусь без укропа ой без лука я иногда когда нет лука делаю вот таким вот образом добавляю репчатый вот для зелени повторюсь у меня есть укропчик так что ничего страшного меня холодильники есть еще заморожены но мне просто не хочется перерывать там это нужно его искать он внизу где-то не лежит сама а перерыв придется потому что его нужно достать и использовать ну не сейчас сейчас мне что-то лениво я за эти праздники почему-то расслабилась и даже не могу сказать почему видимо мне понравилось беседовать со своими друзьями с родственниками я что-то этот раз как говорится на как же это назвать на связи это не только на связи потому что я еще общаюсь с друзьями воочию вот поэтому загуляла я мне очень понравилось не знаю может даже сегодня опять кто-то придет потому что вчера разговаривала по телефону и мне сказали если будут в новом городе то зайдут поэтому я вот решила сделать окрушечку еще значит вот рассказываю вы видели я порезала лучок и укропчик присолила для чего я это делаю для того чтобы лук и укроп отдали немножко сока своего вы видели я не сильно давила совсем чуть-чуть видите совсем чуть-чуть вот сок дал лук с укропом дали сок дали и все мне этого достаточно вот такая красота зеленая масса с не зеленой вот я вчера вязала свою тунику но не так уж много почему-то вчера целый день у меня было сонное состояние непонятно по какой причине померила давление я бы не сказала что она у меня прям идеально или понижено или повышенное было 127 на 80 по моему ну это такой средний мой вариант не не пониженное не повышенное я для себя считаю что это нормальное давление было вот и я целый день вот пришла с улицы я была где-то часа в четыре ходила магазин вот не могу глаза закрываются и все я уже расстелила свой диванчик думала сейчас перед рима и там сколько получится а потом думаю нет если я сейчас подремаю то что я буду делать ночью опять в общем с горем пополам я домучилась до девяти часов и в девять часов уснула что вы думаете я проснулась час у меня я не знаю сбились внутренние часы я проснулась час и спать не хочу уже как бы выспалась это получается если я в десятом часу словно будем брать 10 11 12 3 4 часа то есть то же самое что если бы я легла в 12 там ну как обычно с 11 до 12 я сплю это я проснулась как всегда в четвертом часу я не знаю или может быть где-то у меня там уже стоит галочка что мне нужно через это время вставать или я не знаю ну что я встала посмотрела таню кельмяшкину кому скажи что ночью смотрит таню кельмяшкину это же это же не нормально вот попила чаек пошла опять шарики погоняла у меня такая засыпалочка это шарики и чувствую что мне захотелось спать и уснула проснулась начало 8 не так уж много ей поспала по идее люди спят по-человечески с вечера до этого времени не просыпались а я вот так вот мне там посоветовали купить порошки для сна ну опять же вот ходила и не зашла не купила в аптеке и я не знаю вот только у меня такая проблема со сном соседка приходила говорить что у нее тоже такая же проблема соседка та которая сейчас лечится от онкологии уже прошла 6 курсов ну говорит сейчас небо уже и земля надеяться на лучшее и правильно и нужно надеяться на лучшее она совсем уже как бы выглядит по-другому чем раньше выглядела похудела на 20 килограмм не зря говорят что ешь дружок пока свежий роток вот и она говорит что сейчас и есть вообще не хочется но так как ей нужно есть она там рассказывала что ей делать разные фруктовые овощные коктейли то есть там допустим апельсины лимон и яблоки плюс туда петрушка укроп и такая смесь я говорю как ты пьешь говорит первое время не могла вообще а сейчас понимаю что надо и и пью дочь у нее хорошо за ней как говорится присматривая все время ей накручивает и сказали нельзя подымать тяжелая по магазинам она не ходит говорит после химии дает на глаза и как же это выразиться не на мозг на память наверное потому что она говорит иной раз вот так вот вспоминаешь и ничего не помнишь том смысле что что-то вот нужно она имела ввиду по поводу вязание элементарно как вязать носочки вот а потом говорит через какое-то время говорит время прошло и все вернулось на место на свое вот так что не дай не приведи господь ну вот у нее тоже проблема со сном у меня то это идет уже давно временами хорошо временами вот видимо из-за того что опять я выбилась из решения на новогоднюю ночь поэтому вот это и происходит вот вчера их еще связала один образец с кашемира посмотрела одно видео но мне же интересно я же теперь и раз у меня есть этот кашемир мне же все интересно что с ним связано и и я вбила поисковик на ю тубе как бы такое обучающие сказать это громко просто девушка рассказывает про кашемир про обозначение и так далее значит я увидела что там допустим на этикетках должен обязательно фигурировать изготовить и не только мады и наталия как у меня написано но допустим лора пьяна да и там другие производителя у меня такого нет говорит часто бывает что вот это стоковая пряжа это на фабриках оказывается как бы остатки пряжи остаются такие куда их потребить и как бы уже либо партию там одежды они уже сделали и это пряжа допустим осталось и они тогда свободную продажу отправляют и не всегда на конусе указана правдивая информация то есть не факт что на моем конусе написано что 50 процентов кашемир и 50 процентов полиэстер полиакрил а возможно это и не так ну вы знаете вот я же говорю что вчера я постирала образец нещадно его там стирала и хозяйственным мылом намыливала оставляла и причем это я делала несколько раз и с шампунью и с пальзамом сегодня я еще хочу этот образец бросить стиральную машинку это не тот который первый образец второй образец я связала с косами мне интересно держит он косы как он держит резинку я уже увидела а теперь мне интересно как он держит косы вот и вы знаете вот этот образец второй он намного как бы оправдывает больше мои ожидания чем первый значит получается я там может что то не так сделала вот и сейчас он у меня лежит буквально недавно я его постирала повторно и пушойку видно вот этот кашемировый и мне еще посоветовали вязать на спицах немного больше но на самом деле я и так вязала допустим резинку на спицах номер три тело вязала на спицах номер четыре сейчас я взяла резина резинку спицы три с половиной а на тело четыре с половиной решила вот так вот сделать вот и не знаю я попробую прям побольше постирать его этот образец посмотреть что же с ним будет и говорят что там надо несколько раз три четыре раза постирать прежде чем откроется эта ниточка все ее прелести ну будем надеяться будем надеяться что меня не обманули а я вчера зашла на сайт рукоделия дабы посмотреть знаете почему у меня сомнения еще закрались потому что вот допустим она девушка это говорит что обозначение допустим 1 на 1100 это получается пятьсот пятьдесят метров в ста граммах да а у меня получается обозначение тысячу ой 1 на 4 тысячи это должна быть тончайшая ниточка она то у меня не тончайшая это получается что она должна быть тонюсенькая притонюсенькая притонюсенькая и мне вот это вот я закрались какие-то сомнения я опять пошла на сайт на сайте та же самая песня и если допустим у них сейчас поступление и они пишут сколько метров в 100 граммах то вот именно на вот на этой ниточке ничего такого подобного не написано написано что четыре тысячи метров и все а сколько в 100 граммах ничего не написано в общем я как всегда выберу именно то чтобы себе заморочиться вот ну ничего буду надеяться что это первый опыт он всегда как говорят первый блин комом да так и у меня первый опыт будет такой а дальше уже будет видно еще что хотела сказать то я тут увлеклась потому что это для меня больная тема и хочу сказать что после того как я лучок порезала я режу картошечку яйцо колбаску все это я режу мелко некоторые любят чтобы это было крупно я люблю чтобы это было мелко но тоже как под настроение как есть время вот сейчас у меня такое желание чтобы это было нарезано мелко вот я посмотрела один огуречек порезала мне показалось что этого мало и я режу второй огурец тем более что я приобрела огурцы они долго не лежат надо их употреблять по поводу помидор те кто смотрит мои подобные влоги может помните я перед новым годом покупала помидоры которые стоили 132 рубля килограмм во всех магазинах у нас помидоры уже за 200 рублей я удивилась думаю что ж такое почему они дешево так продают мне как бы сделала предположение что возможно они мороженое да так и оказалось они у меня на следующий день стухли я так это называю начали портиться на следующий день это раз это первый продукт который меня разочаровал деньги выброшенные на ветер второй продукт я купила мандарины и тоже показывала в своих влогах что я там купила фрукты и на следующий день мандарины у меня тоже начали пропадать потому что они тоже под мороженые там у меня из всего того количества которые я покупала видите как они пропадают вот я на следующий день и не все такие были а вот то количество которое осталось я 2 штучки с них съела это те которые нормальные покупала полтора килограмма вот так вот значит вот сейчас огурчиков я вижу что для меня достаточно теперь я добавляю сметану вот ну считай 3 ложечки достаточно обычно я добавляю маленькую баночку сметаны вот это получается здесь у нас сколько грамм это 300 грамм а там наверное 150 грамм вот я ее полностью добавляю и теперь добавляю ряженку я с некоторых пор стала добавлять термостат ну и она мне больше нравится а раньше добавляла домик в деревне 4 процентную ряженку вот и вот этот стаканчик я добавляю полностью на мою эту маленькую кастрюльку естественно пропорции вы должны выбирать самостоятельно у меня иногда допустим яиц больше иногда картофеля больше но от этого не меняется ни вкус ни прелесть окрошки я не знаю мне например нравится я ее могу кушать в любое время года и у меня практически в любое время года окрошка это мое самое любимое блюдо съедается у меня ну на ура ну потому что вы же все знаете окрошку нельзя наесться как и семечек да семечки щелкаешь щелкаешь пока не закончится так и окрошка я не знаю я ее покушаю через буквально там час я опять хочу ее уже есть ну так как я маленькими порциями делаю вот у меня тут это получается полтора литровая кастрюлька и так 31 числа я сделала и получается вчера вечером я доела остаточки вот после того как я добавила да я все хорошо перемешиваю и могу вот так оставить без соли а потом добавлять соль и то с чем вы в дальнейшем будете кушать уже потом непосредственно перед употреблением но в данном случае я добавляю воду у меня фильтрованная вода я не не кипячу вообще рекомендую кипячу но я не не кипячу вот а вот уже солить я буду непосредственно перед употреблением значит еще что я добавляю этот раз опять я не буду добавлять лимонную кислоту обычно я добавляю лимонную кислоту растворяю ее в воде предварительно и потом добавляю то есть я наверное все таки немножко соли сделаю и покажу как я это делаю вот у меня соль прям совсем немножко сделаю вот и я сюда прямо в эту в этот стаканчик где у меня находилась ряженка обычно так я и делаю либо в сметану либо в стаканчик из-под ряженки я добавляю водички буквально немножко заодно как бы обмываю стеночки перед смертью не надышишься это называется капелюшки последние собираю хорошо это все растворяю и потом добавляю постепенно допустим добавила немножко да и попробовала как на вкус у меня окружка добавила и опять попробовала ну в данном случае она у меня будет чуть-чуть буквально совсем чуть-чуть соленая потому что я прям ну немножко добавила но не забывайте у меня же еще посолена посолен лук и укроп чтобы вы не пересолили иначе у вас это будет такое такая смесь которую вы не сможете есть почему я сейчас не добавляю лимонную кислоту потому что я вчера ходила в магазин и купила там значит я сегодня покушаю с таном а завтра лимонную кислоту если я захочу я добавлю уже непосредственно перед употреблением можно добавлять лимон я тоже очень часто делаю то есть не лимонную кислоту а непосредственно лимон сок лимона добавляю когда у меня нет абсолютно ничего ни лимона ни лимонной кислоты ни тана я немножко добавляю уксуса прям совсем немножко развожу и добавляю уксуса ну если честно с уксусом я не очень люблю некоторые люди очень любят кто-то делает на минералке конечно окружка с квасом это вообще незаменимо с настоящим домашним квасом это самое вкусное что есть на свете и вообще как бы считается что это самая настоящая окружка ну мы же уже модернизировали применили к себе к своим ситуациям эту окрошку постоянно окрошка окрошка но вы уж меня простите вот мое блюдо готово я пошла кушать я сегодня еще с вами встречусь хочу любителям турецких сериалов немножко рассказать о новом сериале который я начала смотреть на праздниках и конечно первоначально я не могла вам посоветовать потому что ну нужно было понять в чем суть сейчас я уже понимаю что этот сериал тоже очень интересен поэтому я вам немного расскажу содержание а вы уже решите для себя будете его смотреть или нет ну все мои хорошие всем приятного аппетита всем хорошего дня и праздничного настроения новогоднего время почти три часа дня я решила выглянуть на улицу дабы посмотреть что же тут у нас творится а у нас на улице весна вот так вот все тает туман похож на обман новый год на носу рождество ветер моя акация шаволица бедненькая мотыляет ее во все стороны туман такой вот я на днях уеду в москву дочери дочь попросила чтобы я приехала там кое-какие дела нужно порешать ну и давно я не была уже конечно я и они уже соскучились а как я соскучилась за своим малышом это просто что-то с чем-то каждый день в скайпе разговариваем видимся но реальные встречи не сравняться с этим никак так посмотрела идти сегодня никуда не собираюсь пойду дальше заниматься делами время 4 часа дня я решила приготовить вот такую замечательную пиццу готовится буквально за 10-15 минут я не на дрожжевом тесте делаю и здесь грудка курицы копченая колбаска и два вида сыра все это предыдущих влогах я показывала какой сыр какую колбасу я покупала вот сейчас поставлю а потом покажу какая она у меня красивая получится и так прошло 20 минут вот такая вкуснятина у меня получилась замечательная пицца очень красивая а какой запах стоит у меня конечно нет зелени а вообще в идеале еще сверху зеленью посыпать и будет вообще супер с морозилки не хочу доставать а такой свежей нет я уже ее использовала я отрезала маленький кусочек показать вам какой какая вот какое тесто нежнейшее прожарилась все и пицца просто супер очень вкусно очень вкусно приятного мне аппетита вам легких петелек ну что мои хорошие решила я к вам выйти лицом лицом к лицу так сказать это это мое первое видео в этом году с показом моего фейса одна моя подписчица сказала говорит по вашим фразеологизмом можно составить целую книгу у меня это просто так я не знаю как-то идет само собой так вот думаю если вы смотрите сейчас этот момент значит вы отбросили все свои дела или может быть поделали и пришли посмотреть отдохнуть повязать набраться возможно каких-то положительных эмоций ну а я вам как всегда их дарю люблю что-то дарить на что-то подсаживать это у меня где-то в натуре сам себя не похвалишь никто не похвалит так ну давайте уже перейдем к основному я хочу вам показать вот такой образец видите какой он у меня получился это образец все с той же пряжей бобинной я решила попробовать в косах я уже про нее ранее рассказывала и только не показывала если вы еще раз внимательно посмотрите присутствует небольшая косина видите внизу вот я решила попробовать лицевой глади предыдущий образец же у меня был связан резинкой да один на один а здесь я решила попробовать как же будет в косах и еще я решила попробовать размерами поболее то есть размеры на полразмера побольше мне понравилось как хорошо она держит резиночку видите поэтому я наверное больше не буду заморачиваться и буду вязать просто резиночкой перекрещенной наверное и не знаю попробую еще связать побольше образец для того чтобы понять в резинке она тоже косит или нет ну мне очень нравится да кстати вот если вы обратите внимание так пушится немножко он немного раскрылся и спасибо подписчице которая мне посоветовала на пол не на пол а вообще побольше взять размер спиц и возможно если я еще постираю в машинке а это я стирала руками то еще лучше раскроется эта пряжа мне кажется что я пропитку до конца не сняла второе я закончила вязать шапулечку видите вот такая замечательная шапуля у меня получилась отсвечивает может быть не совсем хорошо вот вот так хорошо видно вот что хочу сказать по этой шапочке лежит там моточек на нее ушло совсем мало пряжи ну и размер здесь где-то 55 56 максимум вот и я хочу еще связать на нее подклад мне понравились шапочки с подкладом и я хочу на нее связать еще подклад и как я уже сказала не знаю если будет у меня время возможно я и сниму мастер-класс на эту шапочку я не знаю я в любой момент могу сорваться и поехать потому что вот я сегодня смотрела на блаблакаре как бы на завтра есть места а уже на послезавтра на пряжно вот такая замечательная шапуля не знаю как вам понравилось или нет мне она очень понравилась как всегда я связала на одном дыхании опять же всем тем кто задает мне вопросы по пряже я уже говорила неоднократно это пряжа кавказская двоечка которая продается в матках если верить этикетке там написано 70 процентов акрил 70 процентов ангора значит если вы зайдете раздел видео на моем канале там буквально несколько дней назад я выставляла видео о покупке этой пряжи и под этим видео есть ссылочка на продавца это раз во вторых значит если вы зайдете точно так же по ссылке под видео кто не знает там есть слово еще под видео нажимаете на него и вам откроется инфобокс так называемый информационный блок и там есть ссылки на мои соцсети и вы можете пройти в одноклассники и зайти в мои подписанные группы группа называется Ирина К. пряжа в наличии вот так вот называется я все время покупаю этого продавца и как бы довольна тем что я у нее покупаю я уже связала кучу пледов связала как видите и шапочку и кардиган я уже с нее вязала и не один меня все устраивает а это не реклама потому что вы просто очень много задаете мне вопросов я просто вам даю информацию я не продаю эту пряжу я не рекламирую если вы хотите проходите туда смотрите что там за цвет вот у меня опять же спросили цвет я не знаю что за цвет на этикетке не написано я прошла туда в группу к ней у нее там выставлены фото я ей как бы показала что я хочу и человек мне прислал ой такая хорошая шапулечка мне так нравится вот вот помпончики тоже хорошие когда будет связан подклад эта шапочка будет смотреться совсем по-другому мне очень нравится как эти шапочки с подкладом смотрятся значит я вам обещала любителям турецких сериалов рассказать о том какой сериал я сейчас начала смотреть этот сериал называется бескрылые птицы и значит я уже просмотрела 4 серии и могу немножечко как бы вам замануху сделать да вы уже для себя определитесь будете вы смотреть или нет впереди еще несколько дней праздников и возможно вам захочется посмотреть что-то новое но во-первых хочу вам значит еще предложить помимо бескрылых птиц сериал ты назови этот сериал у которого уже сейчас на сегодняшний день почти 400 серий и его продолжает снимать такая своего рода Санта-Барбара но вы знаете как бы серии все держат в напряжении там есть и юмористические такие моменты есть и печальные моменты есть и в напряжении держат там ситуации разные такие типа криминального характера и немножечко я расскажу про этот сериал в начале значит ситуация такая что девушка работает бухгалтером какой-то фирме и значит она утром выходит на работу идти а получается в том районе где она живет живет еще один парень которому она нравится а он ей не нравится это же как всегда вот вот и она вышла на остановку стоит а этот парень едет со своей родной сестрой и сестра тоже едет на работу а они с этой зихра ее зовут они как бы подружки выросли вместе и в общем то это этот парень ей остановился на остановке и говорит садись я тебя довезу она говорит нет я не сяду а это ж подружка вторая говорит садись что ты стесняешься как бы у них там такая ситуация что она с парнем просто так если они не встречаются ну не то что не имеет права но это как-то там у них нехорошо скажем так вот ну и она взяла и села она бы так не села если б не эта подружка ну и показывает они едут подъезжают к какому-то перекрестку и я уже сейчас не помню потому что я уже почти год смотрю этот сериал ну может не год может полгода и посмотрела уже почти 200 серий они переводим в одноголосом но мне этот переводчик очень нравится девушка которая переводит она очень хорошо переводит с эмоциями так и в голосе вот ну и короче там получается подъезжают они на перекресток а выезжает другая машина и в той машине едет начальник молодой парень и они врезаются друг друга и получается что этот который подвез я сейчас уже не помню как его зовут потому что он уже давно вышел из игры скажем так его нет сериале и я уже столько сериалов пересмотрела поэтому имен не помню и он вышел и говорит вот ты виноват этот говорит ты виноват а начальник этот торопился то ли на собрание то ли еще куда-то и говорит сколько это будет стоить тот назвал ему цену и в общем когда он взглянул в машину он увидел эту зихру вот ну и получается а это вторая девушка увидела что значит ситуация такая что ей придется задержаться и она выскочила и пошла вызвала такси и уехала эту зихру оставила и получается что она тоже собралась выходить а этот не пустил ее вот и получается раз она одна сидит с мужчиной то девушка легкого поведения по крайней мере сложилось мнение у этого начальника вот ну и в общем она опоздала на работу пришла на работу объяснила ситуацию ее никто слушать не стал и короче ее уволили в этот день с работы и получается что она сидит без работы и эта подружка ей звонит опять которая уехала на такси и та ей рассказывает что у нее такая ситуация что ее выгнали с работы что виноват что виноват ее брат она говорит ну хорошо я узнаю у себя на фирме может мы тебе найдем какую-то должность ну и на самом деле там она находит должность там очень много всяких нюансов которые я упускаю которые конечно они интересны я рассказываю вам суть основное вот и в общем ей нужно прийти это зихре на собеседование и получается что собеседование должен проводить зять этого Амера зовут начальник начальника вот а там своя ситуация у этого начальника есть сестра которая переболела раком и получается что она там за границей в Америке или еще где-то прошла лечение и у нее вроде бы как пошло облегчение все а сейчас в этот момент у нее происходит приступ и когда повезли ее на обследование оказалось что опять начал провоцировать себя этот рак вот и значит сказали что ей осталось полгода и значит этот говорит а какое лечение ну помимо того что она там лекарства какие-то она должна принимать она должна получать положительные эмоции никаких стрессов и так далее и получается значит приходит это зихра на собеседование а а вот этот взять это муж вот этой сестры Амера может я там сомбурно рассказываю может может вы что-то не поймете но если вас хоть немножко заинтересует вы заходите и смотрите очень интересный фильм вот но я продолжу дальше немножко еще за мануху вам сделаю вот и получается что в тот момент когда проходит собеседование они уже переговорили она значит передает анкету и получается что неловко уже не прощались а прощались там как-то за руку и она передавала папку с анкетой со своей и уронила нечаянно ее на пол и они вдвоем вместе наклоняется за этой папкой и в этот момент заходит этот Амер а следом заходит сестра то есть жена этого который проводил собеседование и получается что снимает такое впечатление что они как бы целовались или что-то типа этого что-то у них там как бы происходит но этот Амер сделал вид что ничего не увидел задержал эту сестру свою вот но в голове у него там свои уже мысли сложились и особенно конечно ему было то что это зять изменяет его сестре вот а потом значит когда уже он еще раз взглянул на эту зихру он понял где он сразу она ему показалось лицо знакомо он понял где она где он ее увидел и значит показывает ситуация такая что это ну нет сестра говорит ой а кто это и в общем Амер сказал что зихра это это его якобы знакомая та уже перевернула свое что это как бы его девушка пригласила ее к ним на обед или на ужин там как-то это зихра начала говорить что она как бы не при делах но расстраивать же нельзя потому что у нее рак в общем обыграли так что она действительно его знакомая там и так далее ну и показывает распрощались все зихра собралась уходить этот Амер за ней голопом и говорит что ты так просто не отделаешься вот ты там такая-сякая там вымогатели вы вместе работаете ты здесь вот пришла на на фирму заниматься нехорошими делами ну и в общем там складывается такая ситуация что происходит несколько моментов которые моментов которые все идут против этой зихры она там вообще не при делах ну там это тоже опять же нужно смотреть и значит я чуть-чуть дальше забегу почему у них как бы все пересекается дальше значит у этой зихры отец работает на стройке и происходит там какая-то нестандартная ситуация что это так назову он падает и напарывается на гвоздь протыкает себе живот гвоздем и с этой стройки значит его отправляет в больницу для богатых а там если вы знаете каждый день тикает денежка вот и получается что натикало там что-то сто восемьдесят тысяч но это опять же нужно смотреть потому что там у нее у этой зихры еще маманя не маманя а мачеха как потом это выяснилось это все нужно смотреть в фильме и она гнобит и этого отца и гнобит эту зихру а у нее есть своя дочка и то она уходит и лелеет и опять же нужно это все смотреть как это происходит это что-то с чем-то я говорю так они играют вот смотришь я прям ненавидела эту мачеху как она хорошо играла свою роль а отец такой тюха-матюха ну в конечном итоге он в одном случае тюха-матюха а в другом как бы мог себя показать вот и получается что им нужно оплатить сто восемьдесят тысяч этих это маманя забрала отца больного который как бы вообще еще не вылечился и так далее домой вот а этой негде брать деньги а у них уже как бы такое что пришли уже чуть ли не не дома печатать из-за того что они не заплатили эти деньги а в этот момент приходит этот амэн и значит забирает ее вначале на ужин она не хотела но он ее как-то там уговорил а потом когда они ужинали на этом ну были на этом ужине это сестра говорит амэр когда вы типа поженитесь я хочу увидеть наконец-то тебя семейным человеком и так далее ну как бы все опешили это говорит ну так зихра пытается что-то возразить этот не дает амэр ей возразить ну и в конечном итоге он приезжает к ней домой и предлагает заключить договор о том что он дает ей деньги она должна написать сумму которую он захочет вернее которую захочет на полгода чтобы она стала его женой фиктивной вот что перед семьей они будут притворяться что не муж и жена вот а этой же нужны деньги и она ну как бы вначале не соглашалась а потом согласилась и именно на эти сто восемьдесят тысяч она только взяла он удивился что она так мало взяла ну а дальше как он над ней издевался как бы она там ни слова не могла сказать и так далее и так далее и она собиралась там уже уходить разрывать этот контракт а контракт этот она не прочитала в случае разрыва она должна там было миллион ему отдать короче там рабские условия ну и так далее и так далее ну в конечном итоге они влюбляются друг в друга это все нужно смотреть там столько много всего интересного это один фильм замануха так что еще раз я вам расскажу название называется ты назови артисты красивые ой вот что мне нравится то что артисты красивые и то что они очень хорошо играют у нас тоже есть артисты красивые но я говорю недавно посмотрела перерыв у меня был пока закачивалась закачивался сериал мне на флешку я посмотрела русский романс ой я после этих сериалов не могу наши фильмы смотреть чтобы их как бы начать смотреть нужно привыкнуть к игре наших артистов у меня такое впечатление после этого как будто они просто в домашнем театре выступают и все вот ну а бескрылые птицы показывает что семья женщина и у этой женщины один сын и трое дочек муж вор не знаю то ли он погиб то ли он умер просто то ли еще что-то и она осталась одна с ними и показывает что они идут по тем местам где был рынок и собирают все что там после рынка осталось ну нищета вот и получается что дочка старшая которая учится то ли в университете ну в университете по-моему я так поняла или собирается поступать в университет сын который учится в колледже и подрабатывает значит девушка еще одна ну дочка которая после старшей дочери ей лет шестнадцать семнадцать ну вот она на какой-то практике в парикмахерской может быть она отучилась на парикмахера я не знаю в общем такая ситуация я же еще у них тридцать шесть серий и это по-моему то ли первый сезон или это тридцать шесть серий вообще у этого сериала я пока не знаю ну и получается что мать работает в кафе устроилась и давно уже скоро будет как месяц скажем так и она должна сегодня вот к примеру получить деньги и вот они после того как пришли с рынка там собрали это все вот эта дочка которая в парикмахерской будет на практике а еще не сказала самая маленькая ей лет шесть она еще не ходит в школу еще ее она с ложечки почему-то кормит вот и пришли готовят ужин там из того что собрали а там овощи обрезки всякие ну порченые она там стоит на кухне все это обрезает а это которая парикмахерской будет работать я опять же по именам еще не запомнила говорит когда у нас уже мы наконец-то будем нормально кушать а не питаться отходами когда ты сможешь мне купить шапунь у меня уже от голода волосы вылезает в общем наезжает на мать уже вроде взросленькая не понимает о том что она не печатает деньги вот она же ей говорит что я завтра получу деньги купим шампунь и нормальную еду ну и получается что на следующий день она ведет к женщине которая присматривает за этой девочкой чтобы та посмотрела за ней а та не берет ее потому что говорит ты мне не оплатила я ни одной минуты больше не посижу с ней и что ей делать она забирает эту девочку с собой на работу садит там где-то в какой-то шкаф ее ну и в это время там готовит или моет или убирает или что она там делает как бы я не поняла ну потому что я одним глазом смотрю одним слушая что-то уловила что-то не уловила я суть улавливаю и все вот и получается что девочка там сидит а в другом помещении показывают хозяин ходит и еще вместе с ней работает другая женщина и эта женщина говорит зачем ты ее сюда привела говорит ты себе наживешь проблемы она говорит ну а куда мне ее деть и заглядывает туда к дочке и говорит сиди тихо играйся и все та говорит я хочу кушать она там остатки пиццы какие-то дала ей и та сидит и говорит кукле ты хочешь пиццу она ну как бы и тут же рассказывать не хочешь а вон сыр а сыр оказывается в мышеловке там стояла мышеловка а это-то тюха-матюха не знала что это мышеловка и засунула туда руку и как раз в это время заходит хозяин и она как закричит ну естественно вытащила эту девочку побежала с ней больницу и естественно ее увольняет и она говорит ну отдайте хотя бы мне деньги я же месяц проработала а он говорит какие тебе деньги ты мне чуть ли не распугала всех клиентов и теперь еще я за тебя понесу убытки и так далее короче он ее отправил без денег ну она естественно в слезах ей надо платить тут пришла хозяйка ну жена хозяина этого дома который они снимают тоже не платят же она им сказала вам два дня съехать отсюда ну короче все к одному и показывают что сын работает в мастерской ремонтируют мотоциклы машины и им дают недельную выручку и получается второй напарник который с ним работает он ему говорит сегодня там какие-то соревнования давай вложим ты сразу расплатишься со всеми долгами этот парень говорит нет ты что меня мама убьет мне надо семье помогать и все он говорит ну ты что не понимаешь это как бы стопроцентный выигрыш и ты сразу совсем расплатишься еще тебе хватит денег на себя ну короче уговорил его тот отдает деньги тут же следом мать приходит спрашивает ты не получил деньги а он говорит нам еще пока не заплатили в общем она крутится остальные как хотят ну приходит она опять домой это опять на нее дочка наезжает она вся в слезах тут это просит маленькая покушать что-нибудь вкусненького ей у нее короче безнадега она уходит из дома говорит все будет хорошо и идет опять туда где она работает и спрашивает говорит что ну отдайте мне деньги говорит у меня безвыходная ситуация у меня дети мне нужно платить за жилье а он говорит это не мои проблемы она говорит вы так решили вы точно мне не собираетесь отдавать он говорит нет забирай свои вещи и уходи она заходит на кухню берет пакет и складывает все что под руки ей попадает колбасу сыр шоколадки в общем все что не попадя и выскакивает и убегает ну и этот хозяин послал охранника за ней и показывает что она перебежала дорогу одну а охранник там остался и короче ее не догнал ну и бежит же дальше там вторая дорога и показывает по дороге едет машина в машине сидит мужчина разговаривает по телефону а сзади показывает едут я так поняла сразу же что какие то аферисты вот и они вплотную прям к нему едут а она в это время выскакивает на дорогу прямо перед машиной этого мужчины который горит по телефону тот резко тормозит а те в него врезаются ну естественно вы выходит с машины тот выходят эти и показывает что двое подходят к нему с этой стороны со стороны водителя а третий обходит с другой стороны вытаскивает у него сумку этот краем глаза видит что тот вытащил сумку бегом за ним и показывает что происходит погоня и он его там добежали до какой-то мусорки уже он его почти поймал схватил за эту сумку тот не отдает и показывает вытаскивает тот нож который украл сумку и пырнул его ножом дальше показывает что бежит же это с пакетом вот и уже как бы пробегать мимо этой мусорки а этот увидел ее мужчина которого пырнули и говорит помогите она оглядывается и спрашивает чем я могу вам помочь он говорит позвоните в скорую она видит что у него рано вытащила свой платок дала ему и сильно прям придавила говорит держите сильно вызвала скорую и говорит это все чем я смогла вам помочь я больше не могу вам ничем помочь и убегает а он теряет сознание в этот момент ну уже показывает что он уже в больнице вокруг него охранники то сё говорят что ты уверен что эта женщина не замешана а он очнулся и говорит а вы нашли эту женщину он говорит нет еще не нашли но мы найдем вот он говорит она здесь ни при чем она спасла мне жизнь этот его брат родной его брат говорит а ты уверен что она не замешана как то странно что женщина появляется вначале перед машиной потом помогает тебе и он говорит что если бы она была замешана она бы забрала у меня часы телефон и так далее все ценности кольца какие там у него были а этот мужчина богатый оказывается вот ну и что происходит дальше у этого мужчины есть девушка с которой у него будет помолка но та аферистка которой только нужны деньги она у него модель а у него какой-то бизнес он представляет какую-то марку и эта девушка у него в марках ну как бы модель которая представляет эту марку ну и в конечном итоге показывает что он к ней не очень так благоволит а она там намеки все делает то и платье купить надо то она выгонит служанку то они поворотливые как они по волку сделают она сразу ее уволит то еще то это и короче в конечном итоге он от нее избавляется но это ж опять надо смотреть там это не за пять минут это на протяжении двух-трех серий это происходит ну и показывает что это женщина она же принесла домой то что она украла там пожарила колбасу сыр там то сё девочки маленькой шоколадку все довольны все рады а вот а она пошла на кухню ее рыдает старшая дочь приходит и говорит в чем дело она говорит я стала вором как твой отец говорит я эти продукты украла дочь говорит нет ты не сравнивай ты получается забрала свое а отец воровал потому что он хотел воровать ну и тут же показывает что идут соревнования мотоциклистов и этот брат сын этой женщины стоят и там уже в ожидании того что они выиграют сейчас а получается что этот на кого они поставили в начале шел шел в лидерах потом заехал в какие-то кусты и там застрял и получается что естественно вперед его обогнали он потом через какое-то время вы выехал ну естественно они проиграли ну и этот с расстройства подбежал к этому мотоциклисту говорит вы аферисты вы нас обманули там то сё а тот говорит ты ты с кем разговариваешь и так далее в общем у них слово за слово а они приехали на эти соревнования на чужом мотоцикле который ремонтировали и этот молодой задиристый говорит ослаботь типа со мной посоревноваться только дурить вот и все остальное ну и короче тот который на которого они ставили говорит хорошо если ты выиграешь я тебе дам две цены того что ты вложил а если ты проиграешь я заберу у тебя мотоцикл ну и тот соглашается молодой же глупый уверенный в себе ну и что опять они до этих кустов доезжает тот благополучно проезжает эти кусты а этот заезжает кусты а в кустах выскакивает на велосипедах два малых естественно он сбивает малого на велосипеде он же не знает что там кто то есть и тот попадает в больницу мотоцикл естественно разбит и этого забирают сына в милицию сажает за решетку отец того ребенка на которого он как бы типа наехал выставляет им счет чтобы они заплатили либо деньги либо пускай он сидит ну в общем везде аферисты везде все выманивает это с ума сошла где брать деньги этого ребенка посадили это бедная как она все это переносит и как вот это вот показывает как она это все эмоционально переносит прямо я во многих моментах узнавала ее себя вне себя когда вы знаете одна беда приходит не бывает такого чтобы она приходила одна в моей жизни было столько много таких же самых моментов что кажется что все конец я уж там в один момент думала что она что-то с собой сделает потому что там такая безнадега была просто вообще ну и в дальнейшем развивается ситуация такая что у ее мужа который умер есть родная сестра которая работает в особняке в том особняке в котором живет тот мужчина которого зарезали вот такая кесси месси ну и нетрудно догадаться что получается он с этой разругался которая была моделью его а у него в голове это которая его спасла и он говорит она ангел мне вот нужна модель такая простая и пыры пыры пятое десятое найдите мне ее и получается что она пошла за помощью к этой сестре в этот но она и позвонила вначале по телефону так говорит что типа приходи ко мне там я уже сейчас не помню как что она оказалась в этом особняке и получается она пришла к ней а тут вызвали там она должна была что-то сделать и она поспешила вот которая работала в особняке сестра и зацепила стеклянный кувшин и уронила и он разбился и она говорит ей ты убери пока я пойду схожу а потом приду и мы с тобой там решим я не знаю что они там решат ну и показывает что она гребет это стекло этот слышит что где-то стекло гребется а он пришел с пробежки тот которого зарезали и заходит и видит она стоит и получается она обалдела он обалдел он ее искал вот ну и там получается что как бы развивается ситуация так что опять же безвыходная ситуация у нее и это сестра этого ее мужа говорит что ты у тебя безвыходная ситуация соглашайся она ж порядочная говорит ты как себе представляешь у меня дети как я буду моделью и все остальное короче там уговаривает она становится моделью и там показывает как она изворачивается и тому сказали что у нее нет детей и дети там возмущаются мамы нету эта сестра приходит к этим детям говорит какие ж вы бесстыжие мама работает днем и ночью чтобы вам этот угодить а она взяла попросила аванс ну согласилась с тем условием что он даст ей аванс и она заплатила за этого сына чтобы выпустили и тоже не глядя подписала договор вот не знаю чем это закончится потому что это только начало фильма я посмотрела 4 серии и тоже там всякие козни а их этих серий 36 вот на сегодняшний день там откуда я скачала его их 36 так что если я кого-то заинтересовала скачивайте фильм этот и и смотрите ой вот такая я вас заинтересовываю конечно те кому это было все неинтересно я думаю уже давным-давно закрыли и ушли ну а те кто интересны наверное послушали поставьте пальчики вверх поделитесь со своими друзьями возможно и они посмотрят и послушать то что я здесь накалякала вот я вижу кстати свой пулловер наконец-то я попала в цвет у меня здесь и здесь цвет на рукаве видите совпадает сейчас до этого вот полностью перемотала один клубок вот совпадает и теперь до половины перемотала второй клубок здесь получается что я уже практически выхожу на финишную прямую мне здесь остается вот совсем вот видите сколько провязать ну я не спешу мне спешить некуда я хочу чтобы у меня качественные изделия были они тяп-ляп поэтому как говорят поспешай не спеша вот и точно так же и я это делаю все дорогие мои на этом я свое болтологию закруглю желаю вам хорошего настроения приятных просмотров видео болталочек сериалов и так далее живите наслаждайтесь тем что вы имеете и до новых встреч до новых видео с вами была ирина